Утро, меня зовут Матюжов, Андрей, я пастор, епископ, делаю утренние трансляции. Сегодня хотел бы поговорить на такую тему, ученик и как его найти. Второй тема фея 2.2, Павел говорит своему ученику, что слышал от меня, я, при многих свидетелях, передаю верным людям, которые были бы способны и других научить. Вы знаете, от учеников зависит вообще токси твоей жизни. Если отец не научил своего сына, то линии не будут передаваться. Если тренер не поднял ученика, то школа закончится. И если верующий человек, пастор и верующий человек не нашел ученика, которому он передал благую весть, то благая весть остановится. Поэтому главное в жизни это всегда найти ученика. От ученика определяется вообще итог твоей жизни, успех твоей жизни. Не то, чего ты сам смог достигнуть своими дарами, своими способностями, а то, смог ли ты после себя совершить течение. Иисус, когда пришел, первым делом он сосредоточился ни на исцелении больных, ни на изгнании бесов, ни на других каких-то вещах, допустим, чтобы была церковь большая или еще что-то. Первым делом, когда он пришел, он стал сразу же искать учеников. И когда он нашел учеников, все остальное стало прилагаться, исцеление и так далее, и так далее. Сегодня церковь и многие пастора сосредоточены сначала на чудесах, на знамениях. И когда ты смотришь, допустим, сколько времени тратится на все это, то понимаешь, что пастор перегружен, отсюда идут и нервы, и стрессы, и так далее. Но именно обучение учеников – это очень такой долгий, кропотливый труд. И чего, ребята, вы ищете, и какими вы хотите стать? Потому что все, что имеют, то даю. Если ты сам в душе свой ученик, то тогда ты найдешь ученика. Или, знаете, за 17 лет у нас есть в России такая поговорка «Рыбак рыбака видит издалека». Я увидел такой момент. Если человек любит музыку, то он притягивает людей, которые любят музыку. Если человек любит изгнание бесов, то он притягивает к себе именно таких людей, либо каких-то еродивых, мистиков, которых надо постоянно освобождать. Или же такие же, которые гонятся только, чтобы по бесам прогонять. В общем, то, что ты любишь, ты будешь видеть людей, которые тоже это самое любят. И ты будешь находить с ними общий язык. Но вопрос, а какой будет итог твоей жизни? Я уже больше 17 лет служу и понимаю, что раньше я хотел, чтобы быстрее здание, церковь построить, чтобы была большая церковь. Потому что среди пасторов часто говорили, а сколько у тебя людей в церкви? И, если заметите, если церковь небольшая, пастор не выкладывает, сколько у него прихожан в церкви? А если удалось сколотить кучку, то это везде транслируется. И часто ошибочно считать, что вот это и есть истинный успех, чтобы ты смог собрать большое. Но если мы посмотрим на жизнь апостола Павла, он сказал, веру сохранил, течение совершил и иду, получать венец. Или если мы посмотрим именно в 16 глава, то там 43 примерно человека, которые Павел за свою жизнь наставил и сделал учеников, которые... Он говорил, что это вы, радость моя, ходящая в Господи, это вы мои ученики, это вы мои верные. И он также, Тимофей говорит, что слышал от меня при многих свидетелях. Найди верных и передай. Если бы не такой подход, как у Иисуса, как у Павла, христианство бы сегодня, его бы не было, и оно было бы уже забыто. Но если мы сегодня посмотрим на церковь, то это не главное ударение сегодня. Если собираешь православление, поклонение на их знания, на продуктовый пакет, еще на какие-то людей можно собрать. Но когда собираешься на то, чтобы обучаться, развиваться, заучивать местописание, укоренять себе Слово Божие, это всегда сложно и проблематично. Поэтому давайте на самом деле поймем, кто наш Спаситель. Наш Спаситель Иисус Христос. Что нам Господь дал? Он дал нам обещание. Обещание какое? Что как только человек согрешил и ушел от Бога, а что семья жены природится, бытие 3.15, и приведет, разрушив, освободит человека от греха, и приведет человек опять к Богу. Все другие религии, Магомед, Буддизм, конфуцианство и много-много-много, эти все люди, они говорили о том, что они не якобы пророки, могут показать быть Богу. Но Иисус, в отличие от всех, Он пришел для того, чтобы умереть за грехи людей. И когда я на кресте, Он умирал, Он сказал, что совершилось. И Он заплатил свою кровь для того, чтобы мы с вами были поищены, потому что никто не может решить проблему греха. Никто не умер за грехи людей. Только Иисус, только Христос. Поэтому Он царь, пророк и священник. И Он дал нам благою весть. Теперь надо, как вообще надо находить ученика. О чем ты будешь постоянно учить, то, и о чем ты будешь думать постоянно, и в чем ты будешь пребывать, и о чем ты будешь говорить, то к тебе и притянется. Будешь говорить о музыке, притянутся музыканты. Будешь говорить об изгнании бесов, притянутся люди, которым нужно освобождение бесов. Или люди, которые хотят погонять бесов. Будешь говорить о репцентрахе, это самое. То есть важно говорить, что от избытка уст человек вкушает то, что он говорит. Будешь материться, притянется тебе это. Матер-шинники. Но если ты будешь проповедовать об Иисусе, как Павел сказал, он хоть и воспитывался среди у ног Гумалиила, когда он пришел в Коринфяне, во второй главе он сказал, когда пришел к вам, я решил ни о чем больше не проповедовать, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Поэтому о чем мы должны проповедовать об Иисусе? И когда мы говорим все время об Иисусе, мы найдем учеников, которые любят Иисуса. А если любят Иисуса, значит течение совершится, и вера сохранится, и воля Божия будет исполняться. Ну вот, примерно, сегодняшнее утреннее послание, которое я хотел бы вам дать. Смотрите трансляции в Ютубе, они регулярные, там есть и кафедральное послание. Очень советую посмотреть полностью кафедральное послание внешний и внутренний человек. Также сегодня вечером будет, кто вот в Кемерово живет, обучение, духовное обучение. Очень советую вам прийти. Ну, пусть Бог благословит вам. Всего доброго. До свидания.